Мысли вслух, точны и честны, мысли вслух о том, о сём, интересны мысли, если сказаны Малащуком. Уважаемые любители рок-музыки, несмотря ни на что, на вот эту снежно-мокро-снежную погоду, театральный сезон продолжается, и мы приехали на премьеру, но иногда везёт, знаете, мы приехали на премьеру в театр Олега Табакова на Сухаревской, по пьесе американского драматурга Дэвида Линдси Эбера, который известен чем? Он известен таким фильмом и пьесой «Кроличья нора», в которой снималась Николь Кидман, который был номинирован на массу «Оскаров» и вышел в 2011 году, но многие его видели, хороший фильм. Но «Оскара» он так и не получил, ни по одной номинации, но тем не менее, там был он выдвинут по многим номинациям, в том числе по лучшей женской роли Николь Кидман. Вот по пьесе этого драматурга и сегодняшний спектакль поставлен. Оригинальное название этой пьесы называется «Ripcord». Что это такое в переводе с английского языка? Это такой трос, который выдёргивает парашют, когда он раскрывается в небе. Дёргаешь за чеку, и этот трос вытаскивает парашют из рюкзака. Этим самым драматург подразумевал, что человек, каждый человек, бывают моменты в жизни, когда судьба его бросает в свободный полёт. И он летит и не знает, долетит он до земли, разобьётся или не разобьётся, спасётся или нет. И он судорожно начинает искать выход из ситуации, каким-то образом его находит. Нахождение этого спасительного решения он приравнивает к этому тросу парашютному. Но наш переводчик Михаил Барских назвал эту пьесу «Схватка», потому что ему показалось, что это больше похоже на «Схватку». Так как сюжет пьесы проходит в доме для престарелых, и две старушки, одну зовут Абби, а другую Мэрилин, они там проживают в одной комнате и никак не могут поделить эту комнату. У них получилась такая интеллектуально-принципиально-психологическая схватка. Поэтому они там друг друга подкалывают, подставляют, разные вещи делают. Поэтому он так и назвал её «Схватка». Режиссёром-постановщиком является Владимир Машков. Вот вы знаете, мы уже сюда приходим не первый раз. И даже в «Табакерке» были на Чаплыгина, на постановках Владимира Машкова. Вот ни одной плохой постановки я не видел. Все спектакли в его режиссуре вот такие вот, классные спектакли. Поэтому уверены, что и сегодня будет прекрасная постановка, тем более это премьера. В главных ролях Яна Сексте и Алена Лаптева. Прекрасные актрисы. Мы их видели в спектакле по пьесе «В 12 негритят». Он, правда, по-другому назывался. Прекрасно сыграли каждая свою роль. Прям создали образы вот такие вот, классные. Поэтому я тогда особенно первый раз увидел Алену Лаптеву, прекрасная актриса. Я потом узнал, что она, оказывается, и режиссёр нескольких спектаклей, в том числе и здесь, которые проходят. Поэтому посмотрим, как они сегодня справятся в «Схватке». Кто победит, посмотрим. Уважаемые любители рок-музыки, находимся в самом центре театра, в зале, в сердцемении. Ну, что я хочу сказать. Мы уже неоднократно показывали этот зал и этот театр, эту сцену великолепную. Но я ещё раз подчеркну достоинства этого театра. Он компактный, небольшой. Но всё сделано для людей. То есть Машков, главный режиссёр театра, очень хорошо понимает театралов. Поэтому здесь на каждом этаже буфет. В буфете всё быстро обслуживается, всё всегда свежее. Спиртные напитки прекрасные. И неспиртные напитки уже прекрасные. Бутерброды всегда свежие. Класс. Лишний раз в этом убедился. Поэтому человек любит театр. Я про Машкова. И понимает зрителя. Он понимает, что ему нужно, чтобы ему было комфортно. Чтобы он пришёл в театр не просто поглазить на сцену, но и отдохнуть, и пообщаться, и выпить рюмочку коньяка. И закусить хорошим бутербродиком. Здесь всё для этого сделано. Аплодирую Машкову. До спектакля ещё аплодирую. Уверен, что и спектакль будет хороший. Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие, дорогие зрители. Вы наши первые зрители. Первые зрители нашего нового спектакля «Схватка». Театр, как и всегда, продолжает эксперименты в год науки, который у нас не закончился, продолжается. Мы поставили большую, сложную для себя задачу. Она сложная и для актёров, и для всего состава спектакля, и для решения звукового, светового, видео, спецэффектов, грима. То есть всё, что мы задумали, знаете, как в анекдоте, попытаемся взлететь. Но взлететь, взлетную скорость мы, конечно, можем набрать только с вашими искренними эмоциями. Не сдерживайте. Это комедия. Но комедия, наверное, вот, я, мне кажется, это комедия чувств. Мы попробуем с вами вместе погрузиться в чувства. Если что-то пойдёт, во-первых, пожалуйста. Я с вами откровенен, потому что вы первые, кто откровенно откликнулся на наш спектакль и пришли. Во-первых, пожалуйста, выключите мобильные телефоны. Мы постараемся, чтобы вам было интересно. Ну, так оставьте его, если замигает там что-то. Звоночек отключите, как в самолёте. Это первое. Второе. И включать его можно, и фотографировать нельзя. А во время поклонов можно. И ещё у нас уникальный случай. Если вдруг что-то пойдёт не так, и вы услышите голос режиссёра. Стоп, стоп. Вот здесь можете доставать и снимать. Простите, за что? Выкладывать с хэштегом Жуть, жесть, смотреть до конца. Скандал в театре Табакова. Вконтакте, одноклассников. Ну, вы знаете. В общем, в любых других случаев не выкладывайте. Да, ну, да. Огромное вам спасибо. Давайте проведём этот вечер очень хорошо. Мы вас любим. Уважаемый любитель рок-музыки. Ну, вот я вот перед спектаклем вам говорил, что здесь прекрасные буфеты на каждом этаже. Самый лучший внизу. На минус первом. Почему? Потому что тут есть столики. Там стоять буфеты. И видите, какое прекрасное меню. Всё свежее. Буррито с лососем. Прекрасный десерт. И макарони знаменитые итальянские. Пирожные такие маленькие. Ну, это для клавишницы рок-группова. Зачука СД Елены Сергеевны. Мне такое не разрешает. Продюсер такой есть. Я кофею без сахара. Спасибо за плавность. Нужно же было заканчивать с этим безумием. Смоти. Да. Ты меня обмабул. И вы мне поверили. Поверила. А знаете почему? Потому что я актёр. Прекрасный. Оооо. АПЛОДИСМЕНТЫ И церковь счастья не найти, Его ронят, наверное, в загляти. Сюжет напоминает схватку двух старушек в пансионате для пожилых людей. Одна из которых злая и придирчивая Абби, а другая жизнерадостная старушка Мэрилин. Причин для вражды у старушек никаких нет, просто каждая желает, чтобы все было так, как ей хочется. То есть в спектакле с юмором показывается типичное взаимоотношение людей, которые уже прожили жизнь. И меняться, а уж тем более подстраиваться под кого-то, не будут никогда и ни за что. Вкратце спектакль повествует именно об этом. Но сказать нам, конечно же, и автор, и режиссер хотели о чем-то более глубоком. Нежели пикировки двух старушек. Одна пессимистка, другая оптимистка. Они хотели сказать нам, что жизнь прекрасна, несмотря ни на что. И что люди, как правило, одинаковы. И где-то глубоко внутри остаются людьми. Несмотря на пережитые жизненные невзгоды и трудности. И несмотря на надеты на себя психологические защитные маски. Они все равно остаются сострадательны к чужому горю. И при этом не теряют чувства юмора. Жанр спектакля это комедия. Режиссер Владимир Машков. В главных ролях прекрасная актриса Яна Сексте и Алена Лаптева. Медбрата играет Севастьян Смышников. Обитатели пансионата различные студенты самого Владимира Машкова. Сам режиссер Владимир Машков пьеса дает прекрасный материал для абсолютного перевоплощения. Пьеса современная, диалектическая и она лихо написана. Единство и борьба противоположных характеров героини здесь не только источник комичных и трагичных ситуаций, но и залог бесконечного творческого освоения мира. Вот так Машков Владимир охарактеризовал вкратце свой спектакль. Уважаемые любители рок-музыки. Но вот спектакль закончился, и мне бы хотелось поделиться своими впечатлениями. Вы знаете, Владимир Машков меня удивил в очередной раз. Чем удивил? Вначале я подумал, что спектакль начинался таким, знаете, юмористическими оттенками вначале. Потом перешло, да проходите, проходите, вы нам не мешаете. Потом все начало перерастать в какой-то гротеск, в такой детский какой-то юмор, такая комедия положений, знаете. Я уже, честно говоря, думаю, ё-моё, да что же за детский ляпит, какой-то детский юмор. Но потом во втором отделении происходит перелом в спектакле такой, что люди в зале заплакали. То есть в жизнь ворвалась трагедия. И в жизни так и бывает. Всё перемежается. И смешное, и весёлое, и трагичное. И драматичное. И поэтому сразу этому спектаклю предалась глубина. Сразу, автоматически. Из-за вот этой сцены. Прямо он стал глубоким, честно говоря. Я после этого зааплодировал и ещё больше зауважал Владимира Машкова. Рекомендую. Это прекрасное развлечение и в то же самое время затрагивает глубокие человеческие чувства. Аплодирую актёрам, аплодирую Владимиру Машкову. И я рад, что у него появился хороший ассистент Сергей Угрюмов. Ассистировал режиссёра в этом спектакле. Прекрасный спектакль. Рекомендую. Прекрасный спектакль. Прекрасный спектакль.